Лирические и стихотворные произведения Михаила Лермонтова были в центре внимания школьников восьмых классов. Ребята собрались в Дворце детского творчества для участия в традиционном городском проекте «Читаем вслух». В этом году исполняется 210 лет со дня рождения Лермонтова. В детстве он часто болел, из-за чего был ограничен в контактах с окружающими. Поэт имел непростой характер и сложные отношения с женщинами. Все это наложило отпечаток на его творчество. В его жизни была одна загадка с инициалами «Н», «Ф», «И». Эту загадку разгадал потом Ирак Леандронников. И за этими инициалами скрывается Наталья Федоровна Иванова. Посвящения любовные ей сегодня прозвучат на наших чтениях. Любовные переживания, душевные терзания и предчувствие своего скорого ухода. Все это было отражено в декларируемых строках. Школьники также прочли ранние стихотворения поэта, написанные им в совсем юном возрасте. Это 1830 год июля 15-го и 1831 июня 11-го дня. Так в трещине развален иногда, береза вырастает молода. Кроме того, прозвучали отрывки из стихотворной повести «Последний сын вольности». Грустные лирические строки Лермонтова актуальны для любой эпохи. Ведь люди остаются людьми, и их чувства не сильно отличаются от тех, что были 200 лет назад. Прости, не жалей безрассудно, а краткой любви не жалей. Все-таки планирую и в следующем году сюда прийти. И, ну, как первый опыт, я считаю, было довольно интересно. Учить данный отрывок было не особо сложно, потому что я все-таки довольно неплохо читаю, как тексты, стихотворения, и мне это нравится. Поэтому, ну, я считаю, что нужно пробовать, пытаться, ведь иногда можно открыть в себе что-то новое. Многие школьники принимали участие в чтениях впервые, но не обошлось и без постоянных участников. Я уже не первый раз участвую в «Читаю вслух», и каждый раз есть какие-то моменты, которые запоминаются, и хочется приходить снова и снова. Мне очень нравятся атмосферы мероприятия, темы, которые дают, например. Я не особо увлекаюсь Лермонтовом, чтобы прям читать, но знаю о нем, знаю несколько его произведений, и послушав данные стихи, и когда я готовилась, мне прям просто в сердце запало. Сам Лермонтов, как автор, мне довольно нравится. Его произведения наполнены достаточной трагичностью, но и в то же время они создают много предпосылок для раздумий, ведь его произведения в какой-то степени даже вдохновляют. Над ними можно как погрустить, так и призадуматься о своем будущем и будущем многих своих сверстников. Никита Белямов, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, СРОВ-24.